Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничные с 6 по 19 апреля. Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с распространением коронавирусной инфекции не требует от граждан заполнения каких-либо документов. Временные правила оформления листков нетрудоспособности были подписаны главой правительства Михаила Мишустина. Под категорию граждан, которым положена выплата больничного, подпадают те, кому на 6 апреля 2020 года исполнилось 65 лет и более старшего возраста. Согласно этого постановления, работодатель, то есть организация, где работают данные граждане, должны оформить реестр и направить его в региональное отделение Фонда социального страхования. Данный реестр направляется в уполномоченную медицинскую организацию. Здесь Минздравм определена общая организация, которая оформит листки нетрудоспособности для всех граждан такой категории. Данный листок будет действовать 6 апреля по 19 число. Как отмечено в документе, оплата больничного будет производиться в течение 7 дней с момента оформления листка нетрудоспособности и единоразовой выплаты за все 14 дней. Выплаты производятся за счет средств Фонда социального страхования. Также по графику фонда выплачиваются все остальные выплаты. Отмечу, что несмотря на введение ограничительных мероприятий, в Фонде социального страхования продолжается прием отчетности от организации. В апреле организации сдают отчетность формы 4 ФСС за первый квартал в соответствии с нормативными документами сроки сдачи отчетности 20 числа, это на бумажном носителе, и 25 числа в электронном виде. На сегодняшний день порядка 85-80% организаций сдают в электронном виде. Поэтому, конечно, в условиях данных ситуации мы, конечно, просим всех работодателей, все организации, чтобы они сдали отчетность в электронном виде. В целом, Фонд социального страхования оказывает 19 услуг, которые можно получить через портал Госуслуг. Также работают два телефона горячей линии 4-25-71 и 4-05-83. Мария Даник, Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».